Берем теперь белый и желтый. С остатками краски, которые были на кисточке. Получается свеклоперсиковый цвет и прокладываем то, что осталось. Те пятна, которые остались на этой рыбе. Тесная рыба, все это как то. Совершенно не обязательно, чтобы эти пятна были прям четкими такими. Во-первых, нам не позволяет формат, выводить их четко. Во-вторых, они на самой рыбе не очень, поскольку она под водой, они должны быть прям такими ярко выраженными. Так, хвост. Кончик хвоста почти белый, а хвост он в тени на развороте. Сейчас мы обрастили, не на улице, а дома. И порой неконосфетимый. Там нам еще нужно будет сделать в эти рыбы верхний плавник. Так, берем эндино, кладем тень на хвост. Подмешивая ее в нижние слои краски. Получается сиреневый. Немножко растягиваем по хвосту. Так, и добавляем хвост. Чуть-чуть зелено-желтый, потому что хвост он в воде, и общий цвет фона имеет значение. Плавник какой-то маленький получился, значит слома. Плавник имеет такую закругленную форму этой породы. Так, теперь делаем нижнюю рыбку. Берем интиго. Смешиваем с белилами, чтобы у нас получился серый цвет. Еще листами достаточно темный. Так, здесь прокладываем. Не слишком темный. Такой сиреневатый получается. Чем ближе к хвосту, тем он темнее. Поэтому вытираем тисточку. Берем индиго. Помним, что на нашей рыбе уже белило есть. И в край туловище кладем совсем темный цвет. Теперь соединяем с тем, что у нас было при малюшке. С белой головой тоже. Берем совсем белый. Кладем его по центру рыбки. Не бойтесь, он помешается в нижний слой. Глаза бросаться не будут. Так, со второй стороны рыбки у нас уже тень. Берем бывший персиковый. С прошлой рыбки. Добавляем его сюда. Дорисовываем плавник верхней рыбы. И как видим, мы его на фига не видим. Мы там берем на фига. И обозначаем тень на этом плавнике на верхней рыбе. И только кончик плавника у нее светлый. Возвращаемся к той рыбе. Берем красно-оранжевый. Кладем на голову. Причем в передней части головы, естественно, темнее. Дальше. Ближе к той еще ярче. Нижняя рыбка более крупная, чем верхняя. Дальше. Можно сюда немножко. Жетезные добавить. После чего не применять. Чуть-чуть вот оранжевинки. Так. Я так знаю. так теперь смотрим что у нас еще так на хвосте у нас тень нижней рыбы соответственно эта тень ее отделяет от верхней рыбы нужно взять более тонкую кисточку и этой кисточкой сделать тень чтобы краска была более рада так тянем салдиго немного чистый индиги и выводим линию хвоста верхней рыбы берем беливо да и опустим ромбал пока оставляем так отходим смотрим я опираюсь на хвост пальцами остаются пятнами плохая обрелочка не надо так делать вполне у нас получается ярко продолжаем в том же духе так теперь идем вот на эту рыбу давайте сначала сделаем верхнюю чтобы нам было проще с нижней работой так верхнюю у нас нужно делать с елкой потому что она практически в тени кладем ей пятнышки берем более крупную кисточку не самую мелкую а а ну а и а и и и Продолжение следует...